Кашихабльский район всегда славился своими знаменитыми людьми. Прославляли свой район великие писатели, музыканты, спортсмены. Давлет Варуков – тренер по тэквондо. Вот уже на протяжении многих лет его воспитанники участвуют во многих соревнованиях. Я работаю уже лет 8. Лет 8 по тэквондо мы занимаемся. У нас группа в Кашихабле, у нас две группы в Бличепсине. Детей много, с 6 лет до 17, но со старшими проблемами, потому что разбегаются ОГЭ, репетиторство и тому подобное. Был бы наш вуз, хотя бы старшую группу еще можно было бы содержать. Ну, детский спорт получается. Поэтому детей много занимаются, желающих очень много. В этом году многие люди просятся, вот дети в первый класс пойдут, звонят, просят, чтобы сделали набор, взяли детей. Ну, будем брать, а что делать. И это не единственные, которые вот результативные дети. Очень много детей есть, и 6, и 7, и 8, и старшие. Ну, на этот раз мы выбрали их, потому что, как бы, мы ориентируемся по положению, чтобы были близко к весам, были близко к возрасту. Вот разрыв в 12-14 лет, 12-летним очень тяжело, потому что попадаются ребята 13-14 лет. Поэтому, как бы, мы более приближены, чтобы больше шансов было выиграть. Столько лет работы оправдывается его воспитанниками. У нас, ребята, у нас и призеры, и чемпионы России есть, всероссийских, муниципальных. Мы ездим везде, абсолютно мы везде. Мы очень тесно дружим с другими республиками, и с Краснодарским краем. То есть, любые соревнования нам скидывают документы. Проблем с поездкой нету. У нас, наше начальство нам во всем помогает. Мы сразу готовим команду в «Скальке». У нас очень много титулованных детей. Просто вот сейчас мы потихонечку уже начали на всероссийск, ну, на более серьезные соревнования вылазить. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Надеемся дальше больше. С 21 по 26 июля в городе Казань прошел чемпионат Европы по тэквондо. Воспитанники Давлета Ворокова проявили мастерство и стали чемпионами в своих весовых категориях. Это Умуд Иминов, Виталина Викленко, серебряные медали завоевали Саид Иминов, Захар Соломко, бронзу домой привез Чинас Шаков. Юные чемпионы поделились с нами своими впечатлениями. Самое сложное – это была весогонка. Утренние тренировки проходили, много усилий, пота, влита в это все. Там много стран, ну, это совсем высокий уровень, то есть необычные соревнования, очень много опыта. Соперницы были, ну, не знаю, мне они дались очень легко, то есть не было каких-то очень сложных, сильных, не было там вообще, то есть бои мне дались очень легко, и они были нормальными. Было сложно, правда, но мы справились. Прилагали много усилий, много тренировок было, держали вес и выиграли. Все было не напрасно. Как и в любой борьбе, победу одержать было нелегко, отмечает тренер. Этому предшествовала тяжелая работа. Такого уровня соревнования мы ездили, в декабре мы были прошлого года, но мы первый раз поехали, я взял двух ребят. Но мы, как мы проиграли, но у нас получилось как, мы чуть-чуть не рассчитались весами. Одному пришлось на 4 килограмма выше пойти, а другой был недовес. И начальный вес 46 килограмм, а он на тот момент весил 44. Ему пришлось драться в том весе, и первый бой он попал на действующий чемпион Европы тогда, на тот момент. Ну, осмотрелись, посмотрели, что, как, вернулись. И потом, когда скинули нам документы, что будет проходить Европа в Казани, и что именно и цветные пояса могут там поучаствовать, мы сразу взялись за это, собрали команду и начали, ну, по результатам разных соревнований уровней, выбрали самых лучших и начали готовиться к этим соревнованиям. Тренировки мы сделали по утрам, потому что было очень жарко. Днем, вечером это было невозможно. Утром нам администрация предоставила любой зал. Сказали, можно тренироваться везде, где угодно, лишь бы все получилось. И дети есть, которые по 4-5 килограмм гоняли. Они держали вес, всю дорогу практически тоже, за сутки они уже практически не ели. По приезду мы, да, попали в веса, все нормально. Прошли аккредитацию, жеребьевку, все, и начали соревноваться. Ну, нормально. Есть ребята, где вторые стали, но могли бы стать первыми. Но, опять же, это не их вина была, как я говорил. 28 стран было очень тяжело. 5 ковров, где-то что-то, какие-то протесты. Бывает, что зона, в которую нельзя заходить тренеру, к примеру, чтобы даже что-то опротестовать там. Ну, получилось то, что получилось. И, честно, мы как бы хотели, у нас бешеное желание было выиграть. Но урожай хороший, хороший, совсем неплохой. Даже мы сами не ожидали, но ребята, они действительно были голодные на победы. Они до последнего выступали. Получилось. Самый младший у нас, вот он в 10-11 выступал, потом вот трое 12-14 выступали, и девочка 12-14. Самый старший у Муд, 15-17 в возрастной категории, хотя ему 15 лет, в 15-17, 46 килограмм. Это начальный вес у них в возрасте. Он выступал вот в этой весовой категории возрастной. Ему удалось... Мы как бы вот готовили его, именно его. Почему? Потому что мы знали, что Саиду будет тяжело, потому что он не довес, он только ему исполнилось 12, и он идет на три возрастные категории вверх. Мы как бы его ставили с большими, в парах отрабатывали, все в верхний уровень, потому что ему надо было дотягиваться до детей. Там дети, которые под 40 килограмм весят, они гоняют в 35 сегодня, а дерутся через два дня. То есть они восстанавливаются, уже и весят где-то около 40, а он даже 35 не был. Перепрыгал на скорости, все как бы мы отдельно именно это отрабатывали. Мы знали, что будут большие с ним. И перепрыгал, да, получилось. В планах у тренера и его воспитанников не останавливаться на достигнутом и покорять новые вершины спорта. Ближайшие будут игры боевых искусств в Анапе, в Витязево в сентябре. Вот сейчас будем готовиться туда. После этого начнется второй круг. Опять у нас отбор, республиканский отбор в октябре. Переводство республики будет. И все, кто отберутся по всей Адыгее, попадают в сборную Адыгеи и опять на Переводство России, опять же Казань. Там у них спортивная база мощная и все соревнования проводятся там.